Всем привет, с вами Информ ТВ. Кристина Кузьмина – личность известная. В прошлом она модель и самый молодой диджей Санкт-Петербурга, а сейчас, в своих 40, она известная и востребованная театральная и киноактриса. Казалось бы, очередная успешная кинодива. Ну, единственное, что сама воспитывает ребенка. Но то, что сегодня она живет полноценной жизнью – ее тихий подвиг. Сначала все было чудесно. После окончания театральной академии Кристина начала карьеру там же, в театре Ленсовета. В кино к этому времени у нее был уже приличный послужной список из семи ролей. Она пробовалась на многие роли. В картине «Принцесса и нищий» она знакомится с Дмитрием Мисхиевым, режиссером фильма и своим будущим мужем. Ангелы, как могли, берегли актрису от этого союза. Дмитрий сначала женился на ее подруге, но судьба не отступила. И в 2008 году после бурного романа образовалась новая семья. Дмитрий и Кристина поженились, когда уже ждали ребенка. Счастье зашкаливало, пока у плода не обнаружили сердечную патологию. Это был мальчик. Кристина, несмотря ни на что, верила в хороший исход и решилась рожать. Малыш прожил всего 4 дня. Для мамы это было просто неимоверное горе. Тогда Дмитрий сделал для жены все, что было в его силах. Он отправил ее восстанавливаться в Италию. Его заботы помогли. Кристина оправилась настолько, что уже в 2010 в семье появилась дочь Агриппина. Фенечка, как ее называли. Но жизнь и дальше проверяла Кузьмину на прочность. Мисс Хиев не просто так имел за плечами три распавшихся брака. Натура творческая. Он легко увлекался очередной прелестницей. Кристина, узнав об изменах супруга, подала в 2012 на развод. Но мирно и быстро расстаться не получилось. Бывшие супруги делили ребенка так бурно, что в 2014 году Дмитрий даже поднял руку на бывшую жену. Разразился страшный скандал. Мисс Хиев подал в суд за проникновение на частную территорию. Ведь мать пыталась забрать дочь из его загородного дома. Кристина же, сняв побои, подала ответный иск. Говорят, что рак – болезнь обиды. Как этому не верить? Ведь именно в этот стрессовый период актриса нащупала уплотнение. Образование в груди оказалось злокачественным. Это был еще один страшный удар. Но, скрывая болезнь от окружающих, Кузьмина начала сражаться за жизнь. Ради дочери. Судьба уважает мужество и Кристина пока что побеждает. Своевременное хирургическое вмешательство вместе с химиотерапией сделали свое дело. Болезнь отступила на целых пять лет. Это время актриса использовала по максимуму. Много играла в театре имени Комиссаржевской, снялась в 25 фильмах. Запомнилась многим зрителям в картинах «Счастливчик Пашка», «Дом на опочине» и «На краю света». Уже в 2018-м ее фильмография насчитывала 56 картин. Но хэппи-энд не получился. Стрессы продолжались. Бывшие супруги делили имущество. И в 2017-м году случился рецидив. Все началось сначала. Операция, химия, восстановление. И снова победа. Хочется верить, что на этот раз окончательная. Кристина опять занята в театре. Занимается собственным поэтическим проектом и вернулась на съемки. Она живет насыщенной жизнью, где есть место даже спорту. А еще появилось спокойствие. Подросшая дочь любит маму и трогательно о ней заботится. Бывшие супруги наконец-то наладили дружеские отношения. Сейчас Кристина находится в расцвете сил. Что ж, пусть так будет еще много-много лет. Если вы помните эту замечательную актрису, ставьте лайк. Не забывайте подписываться и жмите на колокольчик. Удачи!